Здравствуйте! Вы смотрите программу «Фабрика профессий» и я, ее ведущая Александра Лощадь, рада приветствовать вас! Ежегодно 27 марта все работники театра отмечают свой профессиональный праздник. В 1961 году по инициативе делегатов 9 Конгресса Международного Института установлен Всемирный День Театра. Несмотря на то, что праздник не имеет в Российской Федерации официального государственного статуса, в этот день принято поздравлять театральных работников. Мы находимся в Мутищинском театре драмы и комедии «Фест». Этот театр существует с 1988 года и пользуется широкой популярностью не только среди мутищинцев. Что самое важное в театре, спросите вы? На мой взгляд, первое и самое важное в театре – это театральная атмосфера, которая, как говорил великий Станиславский, начинается с вешалки. Вообще, театр – это большой и сложный организм, где каждое колесико знает и свое место, и то, как надо крутиться. Кассиры, администраторы, гардеробщицы. На их доброжелательности и приветливости атмосфера во многом и строится. Я уже работаю в 12-й год. Мне этот мой театр очень-очень нравится, потому что, во-первых, встреча с зрителем, бывают зрители очень радушные, любят, которые спектакли, любят наш театр. Театр – это не только прекрасные актеры и известные режиссеры. Это огромный штат. И сегодня у нас есть уникальная возможность заглянуть в самое сердце театра и увидеть, как идет подготовка к спектаклю. Театр невозможен без костюмеров. Они готовят костюмы, чинят, гладят, одевают. И от того, как они это делают, во многом и зависит настроение актера. А от этого и сам спектакль. Мы подготовили сейчас спектакль «Летучая мышь». Ну, это вот только два костюма для главной героини нашей. Таня Полянская играет. Плащ черный с улицы она приходит, вот такой красивый. И халатик домашний. Вот. Это три костюма монтировщики. Они у нас передвигают, перестанавливают декорацию. Чтобы их не было видно, мы одеваем черные костюмы на них такие. Ну, основные костюмы там, около гримерок. Если хотите, посмотрим. Уже начали разбирать. Осталось немножечко. Вот одно из платьев. Девочки танцуют. Вот в таких красивых платьях у нас. Это мальчики. Они еще не одевались. Это в основном рубашки, фраки. Белые такие красивые. Это тюремщики будут. «Летучая мышь», если вы знаете, да. Там есть такие два персонажа у нас. Это костюм Димы Полянского, главного героя тоже. Вот. Этот пиджак, это уже фрак и белая рубашка. Так что вот такие костюмы интересные. Но лучше, если посмотрите. Это интересно, красивый, хороший спектакль. А вот если герой переодевается в спектакли, да, сколько времени ему дается? Вы знаете, бывают секунды. Вот есть на переодевание на 15-17 секунд. За это время мы должны все снять и снова все одеть. Только уже другое. Скажите, пожалуйста, как давно вы работаете в театре? Ну, лет 12, наверное, так. А что самое главное в вашей работе? Терпение. Терпение, потому что работаешь с актерами. Так что надо, чтобы и им было хорошо, и костюмы были хорошие. Гримеры. Их главная задача наложить правильный грим, который подчеркнет характер персонажа. Постежеры отвечают за прически актеров. Они должны уметь не только хорошо причесать, но если и нужно, то соорудить на голове сложные вавилоны. Не будет театра и без технического персонала. Их главная задача – грамотный монтаж сцены и декораций. Ведь от них зависит безопасность актеров. Их умение делать все тихо и незаметно порой удивляет. Электрики и звукорежиссеры. Правильный свет и звук – важная составляющая спектакля. Театр не может существовать без актера. И сейчас мы пообщаемся с заслуженным артистом России Дмитрием Полянским. Дмитрий Полянский – заведующий труппы театра «Фест». В 1995 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В его послужном списке более 25 театральных постановок и участие в нескольких художественных фильмах. Я не собирался быть актером. Я должен был быть инженером по испытанию баллистических ракет и космических аппаратов. Но так учился я на факультете электроники, системы техники Московского лесотехнического института. Но так как на этом факультете была эгитбригада, туда приходили молодые, талантливые ребята, которым хотелось еще что-нибудь в жизни сделать, ну вот в этой эгитбригаде я и начал свою творческую карьеру. А когда все-таки решили, что не баллистика и не космос, а именно театр? В 1988 году, когда разрешили делать хозрасчетные театры, вот тогда театр-то, собственно, и организовался, как юридическое лицо. А вот ваше обучение в Щепкинском училище театральном, расскажите самые, может, какие-нибудь интересные моменты, которые запомнились вот на всю жизнь, вспоминаете и любите вспоминать? Ну, понимаете, настолько другое кардинальное образование техническое и гуманитарное, не театральное, потому что, ну, поток 250 студентов в техническом вузе, и лектор читает, читает, ну, там какие-то лабораторные, ну, в общем, тебя, собственно, никто и не знает так, ну, так может там. А в театральном училище там на 20 человек, наверное, преподавателей еще больше, чем студентов. По зарубежному театру история, там, литература, зарубежный театр, русский театр, зарубежная литература, русская литература, и дальше спецпредметы. Сценическое движение, танец, сценическая речь. По одному актерскому мастерству было четыре педагога. То есть педагоги за пять лет, они тебя знают как облупленного, то есть это семья одна возникает. Театр, во-первых, мне больше нравится, потому что театр – это живое искусство. То есть вот вы можете сегодня прийти на спектакль «Летучая мышь», он вам… он пройдет вот так, он вам понравится, да, а на следующий раз вы придете, он пройдет по-другому. Вот, понимаете, в чем… Нет, даже в одном и том же театре те же самые спектакли, они идут с разными оттенками, понимаете? То есть сегодня я так сказал фразу, завтра я чуть-чуть по-другому. Общий смысл, конечно, не меняется, а какие-то оттенки, полутона – все это живое. Скажите, пожалуйста, какая ваша любимая постановка в этом театре «Фест»? Каждая роль, она любима по-своему. Например, то есть если мы говорим о начале какой-то карьеры, это мысль Керженцева. Керженцева, Антона Игнатьича, я там играю. Если говорить о продолжении, то мне очень интересен подсекальников Семена Семеновича самоубийца или поручика «Марютки и поручики». А потом я обожаю играть в детских спектаклях. То есть все спектакли в детских, в которых я играю, мне очень нравится играть для детишек. И, конечно, какой театр без зрителя. Люди приходят сюда за подлинными чувствами, и настоящий зритель – это тот, кто способен на самопереживание, тот, кто внимателен и воспитан. Какой ваш любимый спектакль в театре «Фест»? Специально сегодня пришла на «Летучую мышь», потому что дважды смотрела его в театре «Опереты», еще когда играла Варгузова, Герард Васильев. Поэтому хочу посмотреть с удовольствием этот спектакль здесь у нас, в нашем театре «Фест». А что бы вы могли пожелать актерам в театре «Фест»? Творческих успехов, здоровья, как представитель медицинского, так сказать, представитель медицины. Вот. Здоровья, здоровья и счастья, благополучия. Всего самого доброго и счастливого. Остановись, не горячись. Трубой осел меня подвел. Что за намек мне, невдомек? Поверьте мне, что вы хабан. А вы нафалый грубиян. Вы старый шахмат. Вы бешеный кабан. Вы, значит, не кабан, а дурецкий драмат. А вы, вы просто хулиган. Любите ли вы театр так, как его люблю я? На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи. Пожалуйста. Проходите. Спасибо. Спасибо.